Привет, друзья! С вами Алексей Марков и канал Хулиномика. Сегодня попытаюсь рассказать вам, кто такие богачи и сколько у них денег. То есть сегодня не о том, как разбогатеть. Ты смотри, не выключай. А хотя бы понять, что необходимо, чтобы вас посчитали богатым человеком. Во-первых, конечно, надо понимать, что богатый в США, в Канаде, в Австралии или в Швейцарии это совсем не тот богатый, что в России, в Индии, в Китае или в Бразилии. Ну, про странный Брикс, я думаю, мы поговорим потом в отдельном видео. А сегодня о денежках. Сразу скажу, что это видео я делаю в коллаборации со Светланой Шишкиной, которая ведет канал Света Иконами. И ссылка на продолжение, а может быть даже на опровержение этого видео, будет в описании. Теперь давайте отделим богатство духовное или потенциальное от реальных денег на счете. У всех у нас есть человеческий капитал. Это способность что-то делать или создавать. Это знания, навыки, физическая сила. То есть то, что мы продаем людям в галстуках. Обычно они лысые и упыри. Ну, еще Макдональдсам, Дилибриклумам. Короче, всем, кто за это платит. По мере взросления наш капитал обычно растет. Хотя иногда и падает, если опохмеляться по утрам. Но начиная с какого-то возраста, он неизбежно начинает принимать какие-то иные формы. Дипломы, машины, мебель, акции, недвижимость, коммерческая недвижимость, облигации, какие-то портфели инвестиционные, вино, портвейн. Ну, кто-то зарабатывает больше, а у кого-то, к сожалению, ничего не получается. И плохо его капитал превращается в материальные активы. Расслоение с возрастом нарастает. А хуже всего приходится, конечно, старикам. Человеческий капитал у них уже исчерпан. Память подводят. Затылок уже черти дышит. И некоторые продолжают, к сожалению, жить с остатков физического капитала, хотя он уже какой-то, ну, совсем уже хилый. То есть они там что, метут двор, чистят снег, ничего хорошего им дальше уже не светит. Как говорил депутат Жириновский, такова сэляви. Между пенсионерами огромная разница. Кто-то вот так вот метет двор, пьет грузинский чай, себя в ванючей там хрущевке на кухне 6 квадратных метров, и ест гречку без масла. А кто-то отдыхает на островах, у него домработница, он живет там в красивом доме, шофер, массажистка и повар. Он богат. А богат это сколько? Сколько у него денег? Вот вопрос сегодняшнего видео. У себя в голове я всегда считал богачом того, кто может жить на проценты со своего капитала, никак не меняя свой образ жизни. То есть на самом деле, если вы в Красноярске там укокошили четырех бабушек, завладели их наследством, и у вас там скопилось, например, 20 миллионов рублей, по местным меркам вы, конечно же, богатый. Но это если только запросы у вас скромные. Беда в том, что запросы у нас тысячи богачей обычно совсем не скромные. Поэтому такого человека, который может прожить на проценты, не меняя свой образ жизни, я думаю, что правильно называется все-таки не богатым, а обеспеченным. Так, за это и выпью. Дальше в моей классификации идет человек состоятельный. Состоятельный обычно является уже, как правило, владельцем какого-то жилья неплохого, почти любой машины, и может позволить себе путешествовать, куда захочет. В русском языке состоятельное, очень удобное, прилагательное. Это тот человек, который имеет состояние. Состояние можно передать по наследству, а можно, что гораздо лучше, промотать. Но вот такой богач, вот честно для себя, я как-то еще определить не смог однозначно. Но признак, я думаю, такой. Человек может позволить себе куда угодно летать бизнес-классом, и не замечать траты на жизнь, на рестораны, на какие-то, на айфон-любовницы, вообще абсолютно не замечать. То есть, ну вот, взять меня. Могу ли я полететь в Австралию бизнес-классом и купить себе Porsche Cayenne? Математически, конечно, могу, даже не пользуюсь кредитом. Но вообще-то тогда мое материальное положение изменится в худшую сторону. А у настоящего богача не изменится. Как в том анекдоте про Билл Гейтса, как представить себе состояние в 50 миллиардов долларов, или сейчас там уже 80 миллиардов долларов. Надо взять все свои деньги и прибавить к ним 80 миллиардов долларов. Дальше вы спросите. Вот эти рептилоиды, у которых 80 миллиардов долларов, это же не просто богатые или сверхбогатые. Кто они? Как понять, что они стали уже рептилоидами? Я вам объясню. Это такие богачи, у которых и родители, и бабушки с дедушками давно были богачами. И давно, соответственно, очень давно они своих дедушек, потом внучат, они уже научили, как порабощать людей, как завоевывать политическое влияние, как приумножать свои огромные уже капиталы. То, что они живут на проценты, даже не обсуждается. Они живут, на самом деле, уже на процент из процентов. И основной прирост, конечно, идет уже в их зеленую сокровищницу. Но это все были слова. Давайте же обратимся к чему-то более точному, к цифрам. Оказывается, у богачей есть общепринятые рамки. И с них мы и начнем. Первый уровень – это так называемые хайнеты. Так очень много инвестбанкиров и вообще людей из финансов называют состоятельных людей. Хайнеты – это High Net Worth Individual. Четыре буквы – HNWI. Те, у кого размер инвестируемого капитала превышает миллион долларов. При этом капитал должен быть действительно инвестируемый. То есть это не считая основное жилье. А вот дача, кстати, считается. Таких в мире порядка 15 миллионов человек. Из них третий, где-то 5 миллионов, живет в Америке. Дальше идет второй уровень. То есть это был первый, совсем там лошки. Хотя нет, на самом деле еще есть нулевой, так называемые афлюенты. Это те, у кого от 100 тысяч до миллиона долларов. Ну, о них сегодня не будем. Это все-таки так немножко уже неинтересно. Второй уровень – это Very High Net. Такая классификация недавно совсем появилась, потому что были только вот просто High Net и следующий уровень – Ultra High Net. Но все-таки, я думаю, что логично выделить этих Very High Net – это те, у кого капитал превышает 5 миллионов долларов. Я думаю, что если у вас 5 миллионов в инвестируемых активах, вы уже почти везде можете себе позволить летать бизнес-классом. Хотя, наверное, не постоянно. Ну, и я думаю, с 5 миллионами можно менять уже место жительства на то, которое вам нравится, почти на любое интересное. То есть, наверное, Малибу или озеро Гарда еще не по карману, но вот все остальное, практически любая страна, практически любое место, за исключением самых дорогих на этой планете, вам будут доступны. Можете переехать, купить там недвижимость или снять, и спокойно там себе припевающе жить, наслаждаясь окружением прекрасным. Дальше идет третий уровень. Третий уровень – это Ultra High Net. Соответственно, пятая буква добавляется в начале – U. U-H-N-W-I – Ultra High Net Worth Individual. Это те, у кого состояние превышает 30 миллионов долларов. Таких людей в мире уже не так уж много, их четверть миллиона, то есть 250 тысяч человек, и в России их количество уже резко снижается. То есть их там от тысячи до двух мы точно не знаем. Почему? Потому что они, естественно, шифруются и в своем состоянии рассказывать уже не хотят. Но, в принципе, я про себя думаю, если я когда-нибудь решил стать богачом, я думаю, что 30, ну, может, даже 25 миллионов долларов мне хватит вот так вот, потому что, ну, у меня не такие большие запросы. Яхта, самолет – это все мне не надо. Замок в Альпуху тоже не надо, я могу приехать арендовать. Хотя, может быть, это пока не хочется, а потом, да, аппетит приходит во время накопления. Ну, хватит о мечтах. Давайте, да, скорбно выпьем. Рамон Бильбао, Розада, 2018. Давайте ближе к реальности. Что же делать? Как же быть? Как нам разбогатить? Самая простая подсказка для достижения финансовой независимости заключается в том, что начать откладывать деньги нужно прямо сейчас. Самый лучший момент был 20 лет назад. И когда пройдет 20 лет, лучший момент тоже будет 20 лет назад. То есть вы его уже упустите. Основная идея достижения свободы – тратить меньше, чем зарабатываешь. Чарли Мангер, про которого у меня уже три видео на канале, он когда-то сказал, сейчас я его процитирую дословно, «Первые 100 тысяч, сука, сложны, но надо их сделать. Мне все равно, как вы их соберете. Нужно быть одновременно везде, жить впроголодь, ничего не покупать без скидки. Но вы должны их собрать. После этого можно немного умерить, сберегательный пыл. Станет полегче». Да, и, кстати, эти 100 тысяч – это, конечно, не сегодняшние 100 тысяч. Он это сказал лет 40 назад. То есть это, наверное, по нынешним меркам там 400 или 500 тысяч долларов уже. Это старая цель. Надо ее поправить на инфляцию. Свою сумму, конечно, надо определить самому. Но в любом случае вам потребуется значительное сбережение, чтобы доход от них смог повлиять на ваш образ жизни. И первый шаг к этому – начать, сука, откладывать деньги. У каждого своя причина, чтобы стать инвестором. Кому-то требуется множество красивых вещей, кому-то нужен выбор. Потому что чем больше вы откладываете, чем раньше начали делать, тем лучше станут ваши решения, тем больше опций у вас появится. Если у вас достаточно денег, вам не потребуется полагаться на удачу. Наиболее умно размышлять о сложных вопросах в вероятностной манере. Например, возможность помочь близкому, если он попал в беду, человеку, который вы любите, например, она гораздо более вероятна, если у вас есть деньги. Если вы каждый месяц откладывали деньги достаточно долгий срок, если вы расходовали их с умом. Эта возможность, она у вас либо появится, либо нет. И я думаю, что вы бы не хотели рисковать этой возможностью. Откладывать трудно, легко только на словах. Естественно, на деле это делать трудно. Хочется деньги сразу потратить. Но вот жить гораздо легче, если у вас деньги уже отложены, если у вас есть выбор, если у вас есть разные варианты поведения. И гораздо тяжелее, если этого выбора нет. Теперь пару слов о том, что произойдет, если стратегию уменьшения трат и роста сбережений воплощать экстремальными методами. У меня есть на канале уже видео, очень старое, называется «Как выйти на пенсию в 35». Конечно, кликбейтное название. И речь там идет о движении FIRE, финансовая независимость и ранней пенсии. То есть это Financial Independence Retire Early. Записал это видео очень давно, одно из первых. И, наверное, пора уже его поделить на какие-то короткие и красивые смонтированные ролики. Но смысл там такой, сейчас вам расскажу вкратце. Люди с хорошей зарплатой, как правило, это айтишники, но есть юристы, инженеры. Живут они обычно в США, в Канаде, есть и в Европе, например, в Ирландии. Живут максимально скромно эти люди. Откладывают до 80% своего капитала, своего дохода в инвестиционный портфель. При этом, естественно, они продолжают делать карьеру, их зарплата растет до 35 лет. И на пике карьеры они увольняются и начинают жить на проценты. Потому что если все идет хорошо, при этом траты ваши остаются постоянными эти 15 лет, если вы не берете ипотеку, не заводите детей, то с 20 до 35 лет вполне реально накопить сумму в миллион долларов. И жить на 4%, это стандартное. Такое правило 4%, когда вы не расходите свой капитал, то есть на 40 тысяч долларов в год. Для Калифорнии, конечно, это очень мало. Невозможно прожить день в Сан-Франциско на эту сумму. Но вот где-нибудь в Оклахоме, в Алабайме, в Кентукки, или в Канаде, если там взять какой-нибудь Квебек, или северные там территории. Вполне реально прожить, совершенно нормально. На работах вам ходить не надо, костюмы дорогие покупать не надо, автомобиль дорогой вам не нужен. Можете жить, в общем-то, в трениках, в трейлере и ничего не делать. Таким образом, эти люди становятся богачами в том смысле, с которого я начал это видео. У них появляется миллион долларов в инвестируемых активах. И хорошая это идея или нет, это можно поспорить. Можно ли ее воплотить в наших реалиях, вопрос уже сложнее. Но самое интересное вам расскажет дальше Светлана Шишкина в продолжении этого видео на канале Света Иконами. Она тоже, кстати, писатель Светлана. Ссылка в описании. С вами был Алексей Марков и канал Хулиномика. Всем пока и удачи!